МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Власть факта». Я Сергей Кудряшов. Нет ни одного народа, равнодушного к своему прошлому. В каждой стране есть вопросы истории, которые вызывают ожесточенные споры. Единственный способ понять свое прошлое – это говорить о нем. В 60-е и 70-е годы из фильмов романа Кармена мы узнали, что Латинская Америка – это пылающий континент. Там совершались революции, происходили гражданские войны. Вот и теперь, по прошествии 40 лет, это бурлящий регион. Некоторые ученые считают, что будущее человечество решается именно там. Так ли это? Что там сейчас происходит? И каковы отношения Латинской Америки с современной Россией? 1804 год. В Латинской Америке появляются первые независимые государства – Республика Гаити. Этому предшествовала революция, которая началась с восстания рабов на сахарных плантациях против французских колонистов. Принятая Конституция закрепляла отмену рабства и равенство всех граждан Гаити, независимо от цвета кожи. 1828 год. В Бразилии становится первой страной Латинской Америки, с которой установила отношения Российская империя. В последующие годы на страницах журнала «Современник» вышла серия статей, которые знакомили читателя с жизнью бразильского общества и политической обстановкой в этой стране. Интерес к Латинской Америке выразился и в создании русскими литераторами нескольких произведений на бразильскую тему. 1945 год. Лауреатом Нобелевской премии по литературе становится представитель Латинской Америки. Точнее, представительница. Чилийская поэтесса Габриэла Мистраль получила награду за поэзию истинного чувства, сделавшую ее имя символом идеалистического устремления для всей Латинской Америки. 1 января 1959 года. На Кубе окончательную победу одерживает революция. После шести лет вооруженной борьбы остров становится социалистической республикой во главе с Фиделем Кастро. Писатель Габриэль Гарсия Маркес называл Кубинскую революцию вторым по значимости событием из истории Нового Света после открытия Колумба. По его словам, события на Кубе заново открыли Латинскую Америку миру. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях Владимир Михайлович Давыдов, член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Института Латинской Америки. Здравствуйте. Здравствуйте. И Евгений Михайлович Астахов, профессор МГИМО, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что приняли наше приглашение участвовать в нашей передаче. Когда Латинская Америка стала вашей судьбой или научной карьерой? У вас когда появился интерес к этой стране? У меня в пять лет, потому что мама моя преподавала в МГИМО испанский язык. И тогда в нашей семье часто бывали тех, которых впоследствии назвали испано-советикос, то есть дети гражданской войны Испании. И тогда я заболел Испанию и Латинской Америкой. А вы, Евгений Михайлович? Ну, что касается Латинской Америки, то реальный интерес практически пробудился после четвертого курса института, когда меня вызвали в кадр и сказали, что надо ехать в Бразилию. У меня был английский и испанский, но кадры совершенно не интересовались, что там нет ни английского, ни испанского. И я поехал туда дежурным референтом на три месяца. И пробыл там полтора года. И вот мне пришло... Дня посадили на пост дежурного референта. Это означает, что ты встречаешь всех людей, отвечаешь на все звонки и решаешь все вопросы. Не зная языка. Меня спасло только то, что бразильцы очень доброжелательные люди. И они своей жестикуляцией, своим теплом помогают. А главное, только попытка говорить на их языке уже вызывает у них благодарность. Поэтому я выплыл полтора года. Мне было непросто, но я выплыл уже с португальским языком. То есть за полтора года вы его выучили? Да, конечно. Вот смотрите, бурлящий континент по-прежнему. И бытует мнение, в общем, оно достаточно распространенное, что будущие модели развития человеческого общества, они тестируются не только в Азии, но и в Латинской Америке. Что там происходит нечто такое, что, возможно, придется столкнуться всему миру в ближайшем будущем. Вы согласны с такой глобальной оценкой? Ну, и да, и нет. Почему? Да, с точки зрения того, что Латинская Америка служит своего рода лабораторией мировой. Да, политической, экономической. Это было с самого рождения Латинской Америки как таковой. Нет, потому что есть превратное представление Латинской Америки как сугубо нестабильного региона, с переворотами, с революционными мятежами и так далее, и тому подобное, есть очень простое доказательство, простой аргумент. Мой аргумент говорит о том, что Латинская Америка самый мирный регион планеты в 20-м столетии. Вот это нестандартно. Совершенно нестандартно. По очень простой причине. Количество жертв межгосударственных, международных военных конфликтов в Латинской Америке в 20-м веке исчисляется десятками тысяч. Вспомним, Европа, десятки миллионов. Азия – десятки миллионов. Поэтому я думаю, что мой аргумент вполне убедителен. Понятно. А вы, Евгений Михайлович, согласны с этой оценкой Латинской Америки как своеобразную? Понимаете, на мой взгляд, Латинская Америка – это уже становящийся, не просто будущий, а уже становящийся новый полюс силы и влияния в мире. Больше 600 миллионов человек в Латинской Америке, где-то 6 триллионов совокупный воловой продукт – это очень серьезная цифра. И огромное количество природных богатств, запасы пресноводной воды, 30% мировых запасов – это очень серьезная вещь. Это наряду, скажем, с Россией, это две кладовые. Кстати говоря, что касается и кислорода. Легкие планеты – это Амазонка и Сибирь. Это очень важно. Сегодня это как бы не совсем на первом плане. Там газ, нефть. Здесь сегодня мы обсуждаем всякие трубопроводы. А вот это самое главное. Плюс Латинская Америка – это, знаете, это какая-то особая общность. Вот не случайно пошли очень активные интерграционные процессы в Латинской Америке. А в СНГ они не идут. Это при том, что там интерграционные процессы реальные, при том, что там большие различия, скажем, между Аргентиной и Бразилией. Бразилией. Вот у меня был хороший очень знакомый президент Уругвай из Сангенитии, когда я был послом, и он мне говорил, что, вот скажем, Уругвай – это северная Италия, это миграция имеется итальянская. А Аргентина – это южная Италия. И там, и там где-то по 40-50% потомков итальянцев. И это говорит о многом. Разница между этими двумя, в общем-то, белыми странами. А вот аргентинцы мне говорили, что Бразилия – это совсем другой континент. Бразилия – это Африка, это немцы, японцы, португальцы. Это вот какой-то совершенно когломерат, немножко с другой культурой, другой цивилизацией. Но вместе они сидят, разговаривают, договариваются. И некоторые западноевропейцы, так бы, скажем, злоупотребляют менторским тоном по отношению к Латинской Америке. Она, мол, еще развивается, третий мир. Кстати говоря, чтобы не забыть эту мысль, есть и в московской гламурной тусовке люди, которые считают, что Латинская Америка – это все-таки третий мир. А Россия якобы первая. Латинская Америка – третий. Западная Европа, ЕС – это первый. Элитный клуб, первая лига, да? А вот Латинская Америка – третий. Я абсолютно с этим не согласен. Бразилия – это космическая отрасль. И автомобильная, и нефть, и все прочее. То есть, на мой взгляд, будущее принадлежит во многом, как новому полюсу, вот с американским голландом по меньшей мере. Хорошо. Латинская Америка и Россия. Первые контакты когда появились, зафиксированы в исторических источниках? Я думаю, что первые контакты еще, когда Латинская Америка была колониальной, Далее, конечно, был долгий период, скажем так, изоляции. Хотя есть такие ядра переселенцев до сих пор, которые из Калифорнии перешли в Южную Калифорнию. И даже есть поселения в нынешней Мексике, вот, исконно русские, да? Которые, как ни странно, и как специализируются на производстве вина для причастия. Это старобрядцы или нет? Нет, это не старобрядцы. Старобрядцы тоже есть. Но старобрядцы, по-моему, больше присутствуют в Уругвайе и в Аргентине. Вторая половина XIX века – это очень интенсивная дипломатическая деятельность России в новых странах нового света. И я думаю, что эта деятельность велась очень успешно и энергично. Горчаков, отец нашей цивилизованной дипломатии, очень большой интерес проявлял к Латинской Америке и очень много сделал для установления, для выстраивания первых отношений официальных. Вы знаете, что интересно? Все наши послы в чем-то традиционно были талантливыми. Тогда не назывались послы, тогда были посланники. Но традиционно все талантливые. Они писали, они писали, жизнеописали, поездки. Это было и традицией того времени, если честно. А потом Ионин оставил четырехтонный сборник невоспоминаний о жизнеописании. Он объездил все западное побережье и все восточное побережье Латинской Америке. То есть все-таки эти послы не просто послы, это еще и исследователи? Таких персонажей в истории российско-латинамериканских отношений много. И мы ими гордимся. У них было маргинальное положение все-таки в мировой политике. У кого? У латиноамериканцев. У латиноамериканцев, да. И они синтересованы были в балансе сил на мировой арене. И в сильной России, которая говорит своим голосом. И это обстоятельство, оно живо до сих пор. Я думаю, и сегодня латиноамериканцы, я вам скажу, что даже в правых кругах Латинской Америки были очень огорчены, прямо скажем, разочарованы тем, что произошло с Советским Союзом. Нет, ну, если вернуться чуть раньше, вот Первая мировая война и появление Советского Союза, это тоже, в общем, новая ситуация, в том числе и для Латинской Америки. Революция в России 1917 года, она же тоже существенно повлияла на ситуацию в Латинской Америке. Видели, что мы в своё время превозносили очень влияние Великой Октябрьской революции на Латинскую Америку. Вы не считаете, что... Я думаю, что влияние было. На Мексику было. Да, переоценивать этот фактор. Действительно было влияние Великой Октябрьской революции. Не надо его преувеличить, но оно было, особенно в некоторых странах, в частности в Мексике. Я вам скажу такую вещь, спорную, это моя точка зрения, сугубо личная, но где-то в нашей внешней политике были двойные стандарты, как и всегда, как и на Западе, потому что это прагматизм. Как всегда, во внешней политике. Да. Дело в том, что... Ну, послу виднее. Вот, скажем, Сталин принимал колонтай перед её поездкой в Мексику. Она же первый посол был. Да, да. И он ей сказал в открытом тексте, «Ваша задача – никакие не поднимать революции, не заниматься манифестацией, занимайтесь укреплением двусторонних отношений». 8 декабря 1926 года Александра Колонтай впервые ступила на землю Мексики. В порту Вераскус её встречала официальная делегация и журналисты, которые ожидали увидеть радикальную революционерку в Коженке. На следующий день они написали в газетах, что, вопреки ожиданиям, Колонтай оказалась элегантной дамой в шляпке. О том, что её целью является не коммунистическая пропаганда, о установлении дружеских отношений, Колонтай спустя месяц в дипломатической форме сообщила президенту страны Плутарко Кальесу. Должность полномочного представителя она совмещала с должностью торгового представителя. И по признанию самой Колонтай, торговля увлекала её даже больше, чем дипломатия. Мексика – первая из стран американского континента, установила дипломатические отношения с Советским Союзом. Для обеих стран 1917 год стал переломным. В России произошла революция, а в Мексике она закончилась. Причины революции были схожими – нерешённость рабочего и аграрного вопросов. Только в Мексике, в отличие от России, к власти пришли хоть и революционеры, но весьма умеренные. Поэтому к Советскому Союзу относились с насторожённостью. Но полпред Александра Колонтай, находясь в Мексике, не дала никакого повода заподозрить себя в разжигании радикализма. Её миссия продолжалась совсем недолго. Здоровье Колонтай не выдержало местного климата. Когда она покидала эту страну, которую успела полюбить, её провожали очень тепло, причём не только администрации, но и простые люди. На одном из подарков от рабочих была вырезана надпись «Товарищу Колонтай, империалисты тебя ненавидят, революционеры тебя любят. Доживёт в наших сердцах дружба Мексики с Россией». Но в 1930 году дружба закончилась. Дипломатические отношения были разорваны. Правительство Мексики нашло для этого формальный повод, но на самом деле правящие круги сделали ставку на сотрудничество с США и европейскими странами. В Мексике была начата борьба с коммунизмом и профсоюзами. В том же 1930 году в Мехико из США прибыл Сергей Эзенштейн со съёмочной группой, куда входили режиссёр Григорий Александров и оператор Эдуард Тиссе. Они намеревались снимать фильм о Мексике. Эта поездка не обошлась без трудностей. До последнего момента не было понятно, дадут ли съёмочной группе мексиканские визы, ведь отношения между странами были напряжёнными. Главную роль в успехе предприятия сыграло посредничество мексиканских деятелей культуры, которые симпатизировали Советскому Союзу. Первую скрипку здесь играл художник-муралист Диего Ривера. Но сразу же после прибытия в Мехико группу арестовали. Причиной был некий донос, где говорилось, что Эзенштейн и его соратники – это вооружённые заговорщики. И снова советских кинематографистов спасло посредничество Риверы. После долгих согласований с властями съёмки начались. Мексиканского национального кинематографа тогда не существовало, и помощники из местного населения, которых привлекал к съёмкам Эзенштейн, стали потом первыми профессионалами в области кино. Для Эзенштейна и его группы это был экзотический опыт знакомства с другой культурой, а многие герои его будущего фильма впервые узнали о кинематографе. Григорий Александров писал в своих воспоминаниях. «Тихуан-Тепек – тропический район с пальмовыми и банановыми лесами, попугаями, канарейками, калибри, крокодилами. По нашему сценарию мы снимали там новеллу «Сандунга». Когда мы выбрали для съёмки группу девушек, слетелись старухи, как чёрные вороны, и запротестовали. Они почему-то решили, что аппарат разденет девушек до нога. Выделили трёх старух-контролёров. Они смотрели в аппарат, удостоверяя, что девушки в кадре получаются нераздетыми. Предполагалось снять четыре новеллы о разных сторонах жизни Мексики. Но судьба фильма оказалась драматичной. Мы были молоды тогда и готовы были своротить горы. И всё же нам не удалось снять фильм до конца и смонтировать его. Нас разлучили с материалом, который мы сняли в Мексике. Его задержали в Голливуде, где он проявлялся и печатался. А потом он оказался в Музее современного искусства в Нью-Йорке. И только недавно нашему госфильмофонду удалось получить его и передать нам. Почти полвека продолжались переговоры. Нет в живых Эйзенштейна и Тиссей. Но фильм должен жить. Только в 1979 году фильм «Да здравствует Мексика», который смонтировал Григорий Александров, наконец вышел на экраны. Советские зрители увидели Мексику такой, какой её хотел им показать Сергей Эйзенштейн. Хорошо. А как объяснить тот факт, что при таких отношениях всё-таки Мексика даёт убежище, казалось бы, главному врагу Сталину Троцкому? Ну, я думаю, что видели, что это для нашего сознания. Фигуры Троцкого и Сталин, и Ленин, они как бы разведены. Не, ну в то время было понятно, что Троцкий оппонент Сталин. Но Троцкий был олицетворением Великой Октябрьской социалистической революции. Конечно, да. И его имя, его труды, его деятельность были очень популярны в Латинской Америке. О, ну это не помешало Сикейросу взять автомат и попытаться убить Троцкого. И политическое движение троцкийское было очень сильное не только в Латинской Америке, но и в Соединённых Штатах Америки. Когда мы говорим о левой уклоне, о левой политической культуре в Латинской Америке, это всё правда. Но это надо подразделять на левые аспекты. Были, конечно, и классические коммунисты с коммунистическими партиями, довольно миноритарные, довольно, я бы сказал, маргинальные. Были там и троцкисты, были очень сильные профсоюзные движения, и были леваки чисто националистического плона. Там и были Че Гевары, и были Фидели, и был и Мадуро, и был Чавес. Это всё да. Но одновременно с этим я вот вижу, по крайней мере, мои оценки были левого движения в Латинской Америке в целом, это всё-таки своё понимание, не марксистское, а просто своё латимариканское понимание, чисто прагматическое, я бы сказал бы, националистическое понимание левого движения. Почему? Потому что они исходили из того, что им нужно для Латинской Америки. А что им нужно, по большому счёту, выйти на источники, на рынки для того, чтобы экспортировать свою продукцию, и получить доступ к источникам финансирования. Вот что самое важное. Конечно, марксизм является очень важным элементом, одним из базовых элементов вот этого движения многоликого до сих пор. Надо сказать, что в отличие от наших университетов, от нашей высшей школы, в университетах Латинской Америки в отнюдь не левых странах, где речь не идёт о левоориентированных режимах, преподают марксистскую теорию, преподают капитал, преподают марксистскую политическую экономию. Ну, это и в США есть, и в Великобритании, и в Германии, это не только в Латинской Америке. То есть эта часть философии истории, назовём это так, она не выброжена на мусорную свалку, она остаётся, она входит в духовный мир современного человека в Латинской Америке. Но я хотел сказать и другое. Вот то, что Владимир Михайлович сказал относительно истоков марксизма, я считаю, что это было, это полностью не исчезло. Но я хочу сказать совсем неортодоксальную вещь. В связи с провалом неволиберальных моделей в Латинской Америке, особенно в 90-е годы, я не исключаю, что маятник может повернуться опять, не скажу к чисто марксистским рецептам, но очень похожим на то, чтобы искать совершенно новые модели социально-экономические модели. Ну, они уже приходят в некую страну власти. Конечно, да, потому что это очень важно, потому что это... Некоторые не хотят на эту тему вообще разговаривать, но я считаю, что это вполне возможно. Нет, это очень важно, да. Не надо исключать влияние Куба. Практически блокированная страна добилась существенных социальных успехов по меркам даже латиноамериканского мира. Ну, количество врачей. Тут понятно, да? Страна, которая, казалось бы, блокирована крупнейшим соседом, не может с ним торговать. Ясно, что ей там помогали, но даже когда ей перестали помогать, она все равно оказалась достаточно устойчивой. Этот пример, он очень сильный. Я думаю, что сейчас в Латинской Америке достаточно других примеров. Я бы обратил внимание на взвешенную, равновешенную политику Лулы, Луиса и Насио, Лулы да Сильва, да, президента, левого президента Латинской Америки. На смену ему пришла Дилма Русев, дочь болгарского коммуниста, да, бывшая городская партизанка, да, испытавшая тяготы тюремного заточения, да. Но они сейчас другие. И Мухикова-Ругва, и нынешний президент, тоже бывший партизан. И Нестор Киршнер, который был с партизанским, левым партизанским движением, лево-хостисиолистским движением Монтанерос. Это городская герилья. Городская герилья. Но они другие сейчас. Понятно. Это умудренные большим политическим опытом, прошедшие вот это вот все превратности, преодолевшие жесткой политической борьбы с очень серьезными оппонентами. И оппонентами не только внутренними, но и внешними. И это дало во многих странах положительный эффект. Люди вот это выдержали. И вот на таком среднеклассовом уровне там видят, что эти вещи есть. И что это говорится, понимаете, это говорит о гордой походке Латинской Америки, если позволить такое политическое сравнение. Потому что это очень важно. И мне кажется, в этом один из хороших примеров для нас. Потому что отношение к Латинской Америке, как к такому-то, там, карнавал, пиле, там, танго и прочая ерунда, это совсем не так. Ну, пиле, это даже серьезно. И танго это серьезно. А против того, чтобы... Слово танго, согласно одной из версий, происходит от африканского «место встречи». В разных странах Латинской Америки рабы уединялись на тайных вечеринках, где танцевали зажигательные веселые танцы под барабаны. Но знаменитая танго, каким мы его знаем, возникла из сплава многих культур на берегах великой американской реки Ла Плата. Во второй половине 19 века в поисках лучшей жизни в Аргентину и Уругвай приехали сотни тысяч эмигрантов из Европы. Итальянцев, евреев, немцев, поляков. В основном это были мужчины. С собой они везли новые для Америки музыкальные инструменты и ностальгические мелодии и ритмы. Тогда-то в самых бедных городских кварталах появился новый танец – танго, ставший, по словам композитора Энрике де Сеппола, смесью ярости, боли, веры и отсутствия. Отсутствие представительниц прекрасного пола. Первые тексты танго, они были очень неприличные. То есть пели о проститутках, там были песни с просьбами о сексе. Многие тексты танго были изменены. Старые тексты танго, которые приличному человеку, скажем, 19-го, начало 20-го века слушать нельзя. Потом эти тексты поменяли на более приличные. Были разные тексты танго. Одни для простых людей, другие для людей высшего общества. Танго вошло в аристократические салоны европейцев в канун Первой мировой войны. Тогда началась настоящая эпидемия танго. Ее волны докатились и до нашей страны. В 1914 году появился приказ министра народного просвещения, запрещавший в учебных заведениях Российской империи даже упоминание о танце под названием танго. Иногда я встречаю людей, которым сейчас по 90 лет, и они рассказывают, что они танцуют, и у них есть там свой стиль такой, где они так, какие-то у них особые шаги там такие. И да, это было. И, собственно, вот наши, мои там дедушки, бабушки это танцевали. В 1917 году в России случилась революция. Про настоящее аргентинское танго на долгие годы забыли. В том же году на мировом танго-небосклоне загорелась звезда Карлоса Гарделя, исполнившего свой первый шедевр песню «Печальные ночи». Его биография весьма типична. Нищий паренек, сын эмигранта, влачивший жалкую жизнь в предместьях Буэнос-Айреса, стал звездой, героем миллионов людей не только в Южной Америке, но и в других регионах мира. Мировую известность Гарделю принесла знаменитая Кумпарсита, композитора Херардо Родригеса. В 1935 году самолет певца, находившегося на пике славы, разбился в аэропорту колумбийского медальина. Почти каждый день в Москве проходит хотя бы одна мелонго-вечеринка для любителей танго всех возрастов. Это новые явления городской культуры Европы и Америки. Что же находят москвичи и москвички на мелонгах? Есть огромное количество людей, которые любят эту культуру, но никогда не танцуют, не танцевали и не будут танцевать, им это неинтересно, но тем не менее их трогает вот это вот соотношение музыки, вот эти спады, подъемы спады, плавности, резкости и так далее. То есть какой-то накал. И, собственно, наверное, это связано, многие говорят, что это связано с тем, как бьется сердце. То есть оно вот собралось и выпустило, собралось и выпустило. И вот в танго то же самое. Могила Карлоса Гарделя на кладбище Личакарита в Буэнос-Айресе. Место паломничества тысяч поклонников. Многие оставляют в пальцах бронзового маэстро прикуренную сигарету. Символ того, что сердце музыканта продолжает биться в ритме танго. Вот эти культурные взаимные влияния, они очень интересны. Естественно, конечно, балет аргентинский ставят, естественно, наши балетмистеры. Это роботическая школа, основанная на Станиславске. Да, конечно. Станиславский – это всё в аргентинском театре. И не только в аргентинском. Потом бразильскую школу поставили в Бразилии тоже наши люди. Владимир Васильев фактически по контракту работал целый год в Ла Платье, в второй аргентинской столице. Кстати, он жаловался на то, что очень трудно с ними, потому что у нас же совершенно сумасшедшая дисциплина в балете. Они требуются либо перекур, либо чашечку кофе выпить, либо про Союз что-то выступает. Перекур в балете – это красиво. Но он жаловался, но он с увлечением там работал. Особенно ему нравилось аргентинское мясо. Хорошо. Евгений Михайлович, действительно ли в Южной Америке, в частности, Аргентине, большая русская диаспора? Могу сказать, что русская иммиграция и в основном белая иммиграция в Аргентине – это уникальное явление в мировой культуре, и она создала мощнейший пласт новой культуры. Вот аргентинцы меня покорили тем, что это одна из стран, которая традиционно создает самые льготные условия для иммигрантов. Вот скажем… В том числе и сейчас. В том числе и сейчас. Но в 1948 году, скажем, Перрон принял специальный указ о допуске 10 тысяч российских, русских иммигрантов, причём независимо от женщины, мужчины, независимо от возраста, профессии и так далее. Первый месяц все жили в гостинице с питанием аргентинским, и потом им предлагали всё-таки найти своё место в жизни. Я вам скажу, вот это было несколько волн иммиграции. Это тоже любопытно. Значит, первая волна иммиграции – это была немецкая, потому что немцы уходили от воинской… Значит, сначала Катерине II приехали в Россию, потом уходили от воинской повинности и прибыли в Аргентину в массовом порядке. Где-то 1045 было в XIX веке. Потом евреи пошли от черты оседлости и так далее. Они… Барон Гершер назвал… Это в основном 1905-1907 год. Да. Барон Гершер оказал им специальное финансовое содействие, он создал специальный фонд в Лондоне. Где-то 100 тысяч осело. Когда я говорю о цифрах, надо понимать, что все люди, которые приезжали из русской империи, у всех были русские паспорта. И всех называли русскими. И они внесли колоссальный вклад, в том числе, в аргентинскую культуру. И я вам скажу, что очень интересный аспект – это Парагвайский узел. В Парагвай ушло больше тысячи наших офицеров на главе с генералом Беляевым. Но это произошло уже позже. Да. Это не сразу после революции. Это в 20-е годы. В конце 20-х. В конце 20-х. Это наши офицеры в Парагвай и наши же офицеры в Аргентине. Это были две группы офицеров. И вот они приняли участие в войне, в Боливийской войне. И что парадоксально сейчас, это просто какая-то уникальная вещь мировой истории, в Парагвае, в Ассенсионе, в столице, сейчас 17 улиц носят русское название. Есть в центральном площади страны, города, пантеон с надписью «В память и благодарность русским». Очень важно, что в Бразилии, в Аргентине и в других странах Латинской Америки высоко ценится русская культура. Почему? Вот это важно. Почему? Чехов, Достоевский, Гоголь. Почему? Потому что, наверное, духовный мир латиноамериканца, вообще представителей романской, латинской культуры, очень ближ к духовному миру славянства. Сейчас мы недавно, ушел из жизни лауреат, но Габриэль Гарсия Маркес. Говорят, что он родоначальник нового течения, латиноамериканского магического реализма. Но магический реализм начался, начался, ведь у нас это Гоголь и Булгаков, а уже потом Маркес. Вот, говоря о Гарсии Маркесе, президент Мексики сейчас сказал, что он стоит в ряду великих русских писателей 19 века. Это не случайная фраза. Для меня самый великий роман в истории человечества – война и мир. Так в одном из интервью 70-х годов сказал Габриэль Гарсия Маркес. И вместе с тем отметил, что русская литература недостаточно известна в Латинской Америке, так же, как латиноамериканская в России. Ему было суждено изменить это положение вещей. Он стал самым любимым писателем с пылающего континента и открыл для советских людей другой мир. Знакомство Маркеса с Советским Союзом началось гораздо раньше, чем была переведена на русский язык первая его книга. Точнее сказать, самые известные книги еще даже не вышли из-под пера латиноамериканца. В 1957 году Габриэль Гарсия Маркес ездил по Европе, занимаясь журналистикой. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в Москве, открыл Советский Союз для многих иностранцев. Маркес под видом участника колумбийского фольклорного ансамбля тоже отправился в СССР. Социалист по убеждениям, он испытывал закономерный интерес к нашей стране. Итогом двухнедельного пребывания Маркеса в Москве стал подробный очерк, напечатанный в 1959 году в Венесуэле. В России он вышел только в конце 80-х. Маркес прибыл в Советский Союз на поезде из Чехословакии. Об этом путешествии он писал. Вагоны советских поездов самые комфортабельные в Европе. Каждое купе, удобное отделение с двумя постелями, радиоприемником с одной программой, лампой и вазой для цветов на ночном столике. Понятно, почему в Советском Союзе поезда – настоящие отели на колесах. Человеческое воображение с трудом может осмыслить такие необозримые просторы. Будущего знаменитого писателя поразило то, как на пейзаже сказывается отсутствие частной собственности. Он нигде не увидел заборов и колючей проволоки. Из-за этого, писал Маркес, возникало ощущение путешествия в направлении недостижимого горизонта по совершенно особому миру. Но вместе с тем деревни на западе Советского Союза непостижимым образом напомнили ему родную Колумбию своей атмосферой и провинциальной скудостью. В отличие от так называемых симпатизантов из-за рубежа, посещавших Советский Союз в 20-е и 30-е годы, Габриэль Гарсио Маркес не искал подтверждений своим уже готовым представлением. Его острый взгляд подмечал все, в том числе и то, что советские граждане не хотели бы афишировать. Например, чрезвычайную отсталость от большинства европейских стран в чисто бытовом смысле. Бедность населения, боязнь людей говорить о политике и их плохую информированность о том, что происходит в мире. Несмотря на все это, Маркес испытал на себе радушие, на которые только были способны люди в Советском Союзе. Надо было проявлять сдержанность, чтобы русские с их упорным желанием одарить нас чем-нибудь сами не остались ни с чем. Они дарили все. Если кто-нибудь в Москве останавливался купить мороженое, то вынужден был съесть 20 порций и вдобавок еще печенье и конфеты. В общественном заведении невозможно было самому оплатить счет. Он был уже оплачен соседями по столу. Хотя Маркес в то время еще не был знаменитостью, он сотнями раздавал автографы и диктовал прохожим свой домашний адрес. Это было обычным делом во время фестиваля. В своем очерке Маркес писал, если какой-нибудь делегат останавливался перед храмом Василия Блаженного дать автограф, то через полчаса толпа не умещалась на Красной площади. У меня на столе груда писем из Москвы, которые я не могу даже прочитать. Письма от тех, кому мы оставляли свои адреса, лишь бы выйти из положения. Эти письма, конечно, остались без ответа. Но в начале 70-х книги Маркеса будут переведены на русский язык, и с них начнется настоящее знакомство граждан Советского Союза с культурой Латинской Америки. Когда пришло известие о смерти Гавриэля Гарсия Маркеса, Россия оплакивала его так горячо, как если бы он был русским писателем. Тут подошли к очень важной проблеме. Это национальная идентичность. Для латиноамериканцев, если не святое, то это основа их духовного мира. И эту свою национальную идентичность они отстояли в очень серьезном противоборстве. Я думаю, что это основа того, что латиноамериканцы в 21 веке сейчас ушли с периферии мировой истории, мировой политики, с периферии мировой экономики. Вы знаете, вот сейчас Россия переживает непростые времена, в том числе и потому, что она полностью интегрирована в мировую экономику. Бразилия, Аргентина и Мексика тоже интегрированы. Но Бразилия абсолютно самодостаточна. Аргентина самодостаточна. Если что-то произойдет, скажем, какой-то условный железный заменец, они выживут. У них есть все, и они производят все. Судя по нашей беседе, Латинская Америка не такой уж пылающий и беспокойный континент. И наши гости, которые посвятили свою жизнь Латинской Америке, помогли нам дезавуировать некоторые из стереотипов, которые бытует у нашего населения Латинской Америки. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. У нас в гостях были директоры Института Латинской Америки Владимир Михайлович Давыдов. Спасибо. И Евгений Михайлович Астахов, профессор МГИМО, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации. С вами была программа «Власть факта». Оставайтесь на телеканале «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова